Всем привет! С вами Сильвань Секатерина, старший директор компании Faberlic. Тема такая сегодня. Методика работы с новичками нашими в бизнесе. Приведу два примера. В личной жизни у нас одна методика техника, а в работе у нас совершенно другая методика. Например, приведем пример с мужем, который не закрывает крышку унитаза. Вы можете ему говорить, закрывай крышку унитаза, закрывай так всю жизнь, да, и он не будет ее никогда закрывать. Для него это как посторонний шум уже, да, вы так говорите, он элементарно уже не слышит вас. Но если вы скажете, что мне так от этого плохо, что крышка унитаза не закрыта, вот я поведом прочитала, я изучила, что вся энергия у нас туда смывается и уходит, да, вот. И вот, конечно, скажет, типа, ну-ну, вот. А потом, на всякий случай, он закроет крышку унитаза и так и будет дальше дело. Особенно, если вы еще подкрепите результат, увидели, что крышка закрытая, виду не подаете, чтобы вы увидели, говорите, слушай, у нас сегодня такая энергия в доме, прямо свечки, можете ароматические зажечь там. Вот, мне все так хорошо. О, ты закрыл крышку унитаза, а, вон, ну что я-то думаю вообще. Вот, и можно его поблагодарить, что вы это заметили, да. Вот. Здесь одна методика в личной жизни, но у нас в работе с новичками другая методика работы с новичками. Мы так не можем им сказать, что я так чувствую и так далее. Новичкам нужно давать конкретную инструкцию. Вы здесь работодатель, а у них мышление, у большинства наемного сотрудника. Им нужно говорить, что делать. Очень маленький процент, который разберется, все сам создать, все свое обучение. Это вообще, это нужно столько людей вам сначала зарегистрировать, чтобы вам найти таких людей, да. Вот, смотрите, новичкам вы должны все четко, понятно давать инструкцию с самого начала. То есть, сначала в ваших рабочих аккаунтах должно быть прописано, куда ему обратиться, и что ему написать, и какое слово ему написать. А не так, что вроде заинтересовал аккаунт человека, да, что там интересное, чем-то занимается. А, блин, непонятно ничего. Напишите мне, куда написать, вообще не поймешь там. 500 фоток откроешь, вообще непонятно, куда написать, что написать. А когда конкретно написано там в шапке, куда обратиться и что написать. Напишите такое-то слово, я вам вышлю то-то. Подробности, да, например. Куда конкретно написать? На сайт, на ватсап, куда написать. Вот. И подробности тоже желательно прописать, и там где-то под последней фотографией, которая тоже явно видна, что там подробности о работе. А не что там, цветочек, вообще мне придет в голову открыть цветочек или картинку с чаем, чтобы увидеть там подробности о подработке. Нет, конечно. Поэтому все должно быть четко понятно. Все не нужно там прописывать. Естественно, интригу сохраняем обязательно, да. Это уже потом мы человеку все объясняем и высылаем. Но на первом этапе не нужно там все вывалить и все достижения компании там. Какой компании ничего-то не надо. Вот. Он столько не осилит буков. Вот. Значит, с новичком. Уже на этом этапе делаем ему все понятно. Вот он вам написал. Вот вы высылали ему подробности, где. И в подробностях оно должно заканчиваться как. Напишите не вопросом каким-то, чтобы продолжить диалог. Вот вы переписываетесь, блин, целую неделю, да, или месяц, что он потом еще забыл. И написал тому, кто им все понятно ответил, написал, что делать, да, в итоге. А вам, с вами, все. Пишем, что вышлите мне данные для регистрации, такие, да. Все. И что ему будет, что вы там утодите, что получит, какая его выгода. Вот. Тут он понимает, что надо сделать. Он просто высылает данные. У него все просто высылают данные. Без всяких там вопросов непонятных и переписок. Если бы я тут переписывала с утра до вечера, и вообще бы чокнулась давно. Вот. Людям тоже должно быть понятно, что переписываться там. Мне тут, я одной решила посмотреть, какой метод у них приглашения в бизнес. Я и написала, напишите мне там подробности. Спросила, у него даже не написано, куда написать. Еле, блин, нашла, куда написать. Еле-еле написала куда-то там, да. В каком-то из там постов номер 47 я нашла, наконец, номер телефона, куда написать. И я и написала. Решила посмотреть. Потому что там не написано, какая компания. Я думаю, сейчас я, может, текст хороший, да, возьму у них. Написала. Блин, она мне пишет и пишет, еще отвечает через день, да. Вот и три дня. Я говорю, вы у меня подробности-то вышли те о работе вообще. Я у вас. Вы написали там, что... Спрашивайте вас подробности. Так я вас спросила, а вы мне три дня уже не отвечаете. Муржите меня тупыми вопросами своими. Короче, вот. Так человек не пригласит в бизнес. У него отвалятся все люди, которые устанут уже. Расскажите о себе там. Вот это все. Я вообще тебя не знаю, что я тебе должна рассказывать о себе. Ты что, психиатр мой, что ли? Вот. Это написала мне два слова уже. Я должна рассказать о себе. Что ли? Или что? Резюмей кинуть? Что вообще? В общем, вот это мне не понравилось. И в итоге я и перестала писать. Я, может, даже ее заблокировала. Или что там. Я не знаю. В общем, три дня она мне отвечала. Какую-то ерунду. Что-то пытался меня спросить. А у нее написано. Я вам... Спросите меня подробности. Ну, я спросила, где они? Я так и написала. Я спросила, где они? Ну, давайте сначала с вами познакомимся. Зачем? Мне нужно подробности о работе. У вас написано так. Вот. Чтобы такого у вас не было. Четко пишем, что сразу выгоду. Все подробности высылаем человеку. Там пишем, что ему надо сделать. Вот он выслал вам данные. Вы его зарегистрировали. Вы можете его даже держать в ходе дела, что я сейчас вношу данные и отпишусь вам. Вот. Вы зарегистрировали. Ему там все пришло. Вы ему дальше следующую инструкцию высылаете. Вам нужно скачать Телеграм. Вам нужно зайти в личный кабинет сейчас. Вот. И мне написать. Обязательно заканчиваем. Что нужно сделать? Ну, скачал он Телеграм. Скачал и будете сидеть ждать чего-то. Да? Чудо. Что вы его там сами найдете. А вы про него уже забыли? Вам еще 20 человек пишут таких. Обязательно заканчиваем любой текст. Отпишитесь мне, когда вот это сделаете. Все. Он скачал Телеграм. Вы пишите. Я скачал Телеграм. Все. А у вас там еще 20 человек. Да? Вы хоть видите, что вот это вы можете отвечать. Вот так и отвечаем туда-сюда. Мы же не ведем блокнот, что вот нам тут 20 человек писали. Тут 30 человек вот здесь нам писали. Нужно ответить этому. Этому мы там пока еще будем записывать. Это 100 лет пройдет. Да? Сразу. Вот. И ничего не успеем. Поэтому. Поэтому, значит. Все. Делаем пошагом. Четкую инструкцию даем. Значит. Вот Телеграм они скачали. Мы дальше пишем, что удобно созвониться прямо сейчас. Там на сколько минут мы говорим. Насколько созвониться. Что вы им расскажете. Что бы они. У них в мозгу может представление, что сейчас вы им позвоните. Звоните на 4 часа. И будете их зомбировать. Нет. Методы подачи рекламы в интернете вы им расскажете. И сколько минут вы их будете рассказывать. Можно уменьшить, конечно. Если у вас там в 2 раза количество минут. Можно. Да? Ну, бывает. Люди задают вопросы. И разговор выходит не 7 минут, а 12. Да? Например. Ну, сколько там вы ведете разговор, столько и там пишите нормальную циферку. Небольшую, да? Вот. Значит, дальше. После разговора. В конце разговора вы обязательно заканчиваете. Сейчас я вам вышлю в Телеграме обучение бесплатное. То есть вы ничего за это не должны. Нужно показать, что сейчас мы вышли в бесплатное обучение. Когда вы вышлите в бесплатное обучение в Телеграме, тут же после разговора. Ну, это начальное, да? То есть смена магазина там прописана, как кабинет настроить. В общем, да, такое начальное все базовое, как аккаунты рабочие, просто открыть. Да? Это ничего нигде не секрет. Вот. Выслали, да? После этих всех списка чатов, ну, в смысле каналов обучающих, вы тоже оставляете голосовое и пишите, что? Когда вот вы создадите здесь аккаунты и изучите вот эти каналы, прочитайте вот этот, вот этот в этом канале и это. В этом у нас столько-то часов информации. Вы мне напишите, опять пишите, напишите, потому что вы про него забудете, у вас там уже куча народу. И вы, значит, ну, каждую фразу вы должны заканчивать инструкцией, что ему конкретно сделать дальше, чтобы он мог вам написать. Я сделал, ну, написать, вышли мне на проверку, он пишет, а что делать дальше? А вы должны ему сразу написать, что делать дальше. Потому что он может и не спросить, что делать дальше, он сидит и в непонятках, а потом забыл все, своими делами там закрутился. Вы должны ему написать, что аккаунты мне вышлите на проверку, а потом я вам дам обучение 2. То есть, если у вас там написано, что, например, заказ нужно сделать обязательно или там конкретный какой-то, да, ну, это лучше прописать в канале прямо. Вот, когда он пропишет, и там в канале тоже должно быть написано, что обратитесь туда-то, сделайте то-то. Вот, но еще вы должны прямо в личку ему тоже написать, что пришлите мне на проверку для работы, все, мы там, и объяснить, что будет дальше. А дальше я вам вышлю обучение 2, и там мы начнем непосредственно размещать с вами рекламу. Может быть, мы с вами там созвонимся еще второй раз, ну, у кого как там построено. У всех немножко по-разному, даже у нас там у разных директоров в одной команде, у всех все что-то по-разному, потому что каждый что-то свое все равно приносит. Вот. Все мы смотрим, вообще всех лидеров, естественно, все про всех знаем, но у каждого все равно будет какой-то свой стиль, своя методика и свои любимые методы работы, естественно. Вот. Но если вы так правильно психологию строите, у вас вообще проблем не будет с людьми, и не будете там задаваться вопросом, а что он мне не пишет, а почему там он мне не ответил. Ну, потому что, значит, вы ему не то писали, скорее всего, в большинстве случаев. Потому что если он сначала хотел, только что хотел, а потом вы не даете инструкцию к действию четкую, там что-то ему. Кидайте какие-то фразы непонятные, поштучно, вообще тоже непонятные. Что-то про заказ 20 фраз кинули, каких-то непонятных. Или что-то еще. Человек одно спрашивает. Многие скрины присылают на анализ, да? Человек одно пишет, а вообще он другое имел в виду, он спрашивал другое, ему непонятно другое. А тот человек с позиции своих там каких-то блоков в голове или непонятных, он отвечает вообще другое, еще и 20 фраз об этом накидает. Тот человек ему опять пишет, я вообще у вас другое спрашиваю. Со стороны это видно, если ты не можешь, если человек тебя спрашивает, кинь тогда в общий чат и спроси, что ответить, посоветуйте. Со стороны-то людям виднее, что человеку непонятно, а вам не видно, допустим. Присылайте тогда каждый скрин переписки в чаты и мы все с вами проанализируем и тут же подскажем. Поэтому все время нужно давать каждому сообщению, каждому действию, нужно инструкцию дальнейшую давать и объяснять, для чего мы ее даем и что будет потом, чтобы ему было все понятно. А то скажут, что-то, вот если вы просто это все кинули, все каналы кинули, да, на, обучайся, он скажет, что-то у вас обучение большое. А если вы так расскажете, что вот тебе нужно вот отсюда два канала изучить, там информация на три часа, и здесь у тебя на два часа действий, ты все делаешь, готово, все мне высылаешь. Тогда он не скажет, что у вас что-то большое обучение, да. Многие думают, что почему так отвечают, а потому что неправильно ведете разговор. Чтобы у вас был все разговор четко, у вас должен быть скрипт этого разговора. На этот скрипт записан все в отдельном канале и, пожалуйста, его соблюдайте, он не зря просто так, не просто так написан. Поэтому, если вы начинаете всякое там от себя, то вот и получается, что, как сказать, разговор уходит вообще не туда, вы теряете инициативу разговора и все такое, и он у вас рушится, да. Вот, вы не знаете, как дальше продолжить, не знаете, как дальше дать инструкцию и направить человека, что ему делать. Поэтому, конкретно методика работы с новичком, все четко, понятно, давать инструкцию, что дальше делать, объяснять, почему мы так сделаем и сколько это займет времени у него. Даже если не знаете, сколько займет времени, спросите в чате, вам вот скажут. Ну, это все в скрипте у нас есть, значит, можете взять оттуда, но если там вдруг забыли или что. И помогаем своим новичкам, потом спрашиваем, чем помочь, когда они выслали на проверку, уточняем, может что-то непонятно там. Ну, аккаунты открывать вообще никакого проблем нет, потому что там и в видео, и текст там все прописано. В крайнем случае, ну, там даже не обращаются к Ютубу, потому что в Ютубе тоже полно всех способов, как открыть аккаунт везде, да. В принципе, достаточно. У кого нет обучения, вы создайте свой канал Телеграм, с Ютуба скопируйте, как открыть такой-то аккаунт, как открыть такой-то. Любые ролики чужие. Вставьте себе, вот у вас уже тоже есть инструкция новичку, начальная, да. Ну, естественно, свои методы работы собрать, свои любимые, которые вы знаете конкретно. Не так, что надергать с интернета все подряд 500 методов, да, которые вообще знать не знаете, работают, не работают, лично не проверяли. Новичку помочь не сможете, разобраться с его там проблемами, ошибками, настройками не сможете. Либо сами изучите сначала, либо давайте своему обучению только те методы, которые вы знаете. Ну, или хотя бы от наставников слышали, что такие методы хорошо работают, и как, и у вас есть кому послать человека, чтобы он с ним проконсультировался, посоветовался. Так что с новичками вот так все им прописываем. Либо голосовым, либо текстом. Бывает, некоторые там не могут слушать, наоборот, голосовое. А некоторые в дороге едут, им удобно только голосовые слушать. Уточняйте у человека. Если он вам пишет, что у меня тут дети спят, и муж спит, я не могу прослушать голосовое, наушника у меня нету. Тогда лучше ему текстом написать. Но большинству людей удобнее даже голосовое. Не у всех такая ситуация, что все всегда спят. Вот, или он на работе сидит и не может включить звук, да. Ну, как правило, на работу наушник носит, тоже не проблема. А голосовое, если вы работаете с группой своей, голосовое оставляем вместо текста обязательно. То есть человеку вы написали, ни привет не пишите, ничего не пишите. Просто голосовое кинули, его вообще любопытство, он помрет от любопытства, если он не прослушает ваше голосовое сообщение. А если вы пишете, здравствуйте, эта компания такая-то, вам, вы попали в акцию, такая простыня шаблонная, да, как всякая реклама. Вот есть, человек увидит в всплывающих сообщениях, он даже это смахнет вот так и не откроет. Или вот так удалит. И вы думаете, вы будете думать, почему оно не прочитано у меня в WhatsApp. А потому что уже человек увидел из первых строчек, что это шаблон какой-то рекламный. Вы неправильно, вы не построили личное сообщение, а личное сообщение лучше всего построится в голосовом. В голосовое личное ставите, скажете, Мария, привет, слушай, ты вот тут, знаешь, ты что, не видела, у тебя подарок тут в кабинете лежит? Вот, или ты не видела, что ли, что у тебя группа товарооборот сделала, ты что, зарплату-то будешь получать? Или почему ты не получаешь, зарплату свою не получила? Или собираешься ли ты там? А что ты вообще работать начала? Или вообще, что ты регистрировалась на подарок? Или на дискон себе? Или подработку? Вот, посмотри, у тебя группа же сделала товарооборот уже. Ну, есть, кто морковки строит? Вот. И это все в голосовом, оставили в одном небольшом, коротеньком. Вот там человек вам 100% он его прослушает и 100% вам ответит. А если вы кидаете шаблон какой-то рекламный, длиннющий, то будьте готовы, что у вас 90% таких сообщений будет не открыто и не просчитано. Человек будет не в курсе. И потом, если я позвоню этому человеку, он скажет, что мне никто ничего не писал, не звонил, я вообще не в курсе, я вообще ничего не знаю. Что делать? Вот, или скажут, да, у меня подарок, я ничего не знаю. Хотя ему до этого опять человек уже писали и кидали вот этот шаблон рекламный, который не знаю, откуда взяли. Вместо того, чтобы просто надиктовать голосовое. Если у вас там дети все время орут, трое детей орет, запирались в ванну, оставьте голосовое, разошлите. Запретись в ванну на 10 минут, в чем проблема вообще? Вышли в коридор, не знаю. Столько методов решения этого вопроса, когда дети орут, я решала этот вопрос тоже. У меня вообще его пил, не переставая, можно сказать, в какой-то там период жизни. Ничего. Находила то такой вариант, то сякой, там миллион вариантов можно находить. Даже вот я ездила на море, да, в июне, у меня не было Wi-Fi, прикиньте. Так получилось, что его не было, хотя он должен был быть. И мне пришлось покупать эти сим-карты с этим, ну, на интернет сим-карты, в телефон вставлять. И видосы я загружала вообще в кафе, представляете? А другой бы сказал, ну, у меня там интернет плохой, интернета нет. А я ходила в кафе, загружала в ютубе это видосы. Еще мимо кафе идем, на пляже там какое-то кафе, там мы посидели с ребенком, допустим, покушали. Пароль же у меня сохранился, я мимо кафе иду, чтобы вот только видос у меня около этого кафе загрузился, да, который сейчас только что сняла. Ну, а в кафе я сейчас не собираюсь идти кушать, я уже там другом покушала, допустим. Вот, я там загружаю. Ну, из всего можно найти выход, а другой бы сказал, что, ну, там, у меня эта причина, та причина. На любую причину можно найти выход, если очень сильно хотеть. Поэтому выход, и к тому же это все такие вопросы, вообще простые. Вот, но если вы находите все тысячу отмазок, чтобы для вас и то отговорка, и это, вообще у человека мозг так устроен, он может на всю тысячу отговорок найти, если он не хочет этого делать. Если он хочет стремиться, он найдет тысячу возможностей, как этого сделать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!